Привет, народ! С вами Фенаргот и рубрика Королей Фэнтези возвращается сразу после окончания первого игрового дня Восьмого Интернешнала. Мы лицезрели 20 невероятных каток, которые помимо незабываемых эмоций приносили нам фэнтези очки. Поэтому давайте посмотрим, что у нас получилось. Мой пик принес мне в итоге 466,57 очков. Без бонусов это примерно 438 очков. Также я решил сравнить свой результат с другими прогнозистами от Рухаба и Мейнкаста. Пока я уверенно занимаю первую строчку, но все может измениться, но я постараюсь этого не допустить. Так что, дамы и господа, не скупитесь на лайки, подписки, ну и конечно же в колокольчике уведомления включите, чтобы не пропустить следующий выпуск. Давайте все-таки посмотрим, что я сделал правильно, а что нет. Игроки основы. Мейби занял первую строчку, так что его пик был идеальным. А вот Миракл оказался чуть хуже своих конкурентов в лице Сумаила, Артизи и Муши, что стоило нам 5 с небольшим очков. Если бы не первая встреча, где Миракл в сумме за 2 карты принес 20 очков, все могло бы быть куда лучше. Ну ладно, идем дальше. Офлейн. Тут выбор идеален. С4 наголову оказался лучше своих соперников и принес нам максимальный балл. Забавно, что второе место занимает игрок, который сыграл на 2 матча меньше, чем остальные, но показал великолепный результат. Переходим к саппортам. Тут все похуже. Кроки опять-таки идеальный пик, а вот Бобока занял шестую строчку, что стоило нам 25 очков. В итоге мы потеряли около 30 очков в сумме. Не такая уж и малая сумма. Но что же поделать, будем исправлять ситуацию. Все-таки у нас теперь статистика как-никак появляется с 8 интернешнала. Ладно, пора переходить к следующему игровому дню, который начнется уже сегодня в 19.00 по московскому времени. Но перед этим я отмечу несколько важных вещей. Первое, нет смысла меня спрашивать во время игр, выпущу ли я ролик с прогнозами или нет. Я же говорил, что прогнозы будут каждый день, после завершения игр. Второе, мне пишут, мол часть игр же в один день, а другая часть в другой. Как считаются эти игры в фэнтези? Да, мои господа, вы же наверняка знаете, что такое часовые пояса. И в Канаде время совсем другое, поэтому там все игры укладываются в один день. И если вы откроете расписание турнира, вы сможете увидеть, какие игры под каким игровым днем подразумеваются. Третье, Valve сделали сайт, с которого можно ставить фэнтези, авторизовавшись вашего аккаунта. Поэтому вы можете сделать команду откуда угодно, хоть с телефона, хоть с работы, хоть с туалета. Ну и также напоминаю, что вы можете ставить на исход матча и других интересных событий по инту, типа статистики героев, на сайте спонсора Королей Фэнтези. 1xbet. А по промокоду в описании вы можете получить бонус до 6500 рублей. Удачи вам! Переходим к новому дню. Сегодня у нас есть 6 команд, которые сыграют больше остальных. Это у нас Pain Gaming, TNC, Vici, Optic, Newbie и Secret. Рассмотрим игроков основы. Тут по среднему баллу за карту лучшим являются V33, SCCC, Ori, HFN и Ace. Как вы можете заметить, игроки команды Pain показывают неплохие результаты. Но стоит отметить важный факт, что они играли всего лишь две карты, поэтому статистика у них менее точная в связи с меньшей дистанцией. Как бы то ни было, в свой состав V33 я возьму, ибо он и на прошлом Интернешнале хороший результат показывал. Ну и добавлю SCCC. Оффлейн, тут опять Pain Gaming на первой позиции, но не так далеко ушел и Sam Age, который на прошлом Инте показывал весьма хороший результат. Да и команда его играет все-таки получше, чем Pain. Ну или нет? Но все равно я выберу его. Поддержка. И опять Pain Gaming в лице KingRD. Дальше у нас Fate, Ebzor, KK и Fenrir. Secret пока мне не нравится, в какой форме находится, несмотря на то, что победа или поражение по сути не влияет на фэнтези. Как бы то ни было, я возьму к себе в команду KingRD и Fate. Поэтому команда на сегодня у меня получается такой. Уже начиная с 19.00 мы посмотрим, что она сможет нам показать. А пока пишите в комментариях, сколько очков вы набрали. И удачи вам всем, с вами был Фенаргот. До скорых встреч.